Физкульт привет друзья! Сегодня я расскажу вам о восьмичасовой тренировке на руки, которую организовал инструктор PowerStrain Gym Энтони. Я присоединился к ребятам. Для того чтобы провести подобную тренировку необходимо хорошо и плотно позавтракать, что я и сделал гречкой, рыбой, выпил поливитаминный комплекс и хорошую кружку натурального кофе заварил себе. Это все произошло в 8.30, в 10 нужно было быть уже в зале, так как начиналась тренировка. Также необходимо было сделать 16 шейкеров, 16 порций протеина, но я сделал только 8, иначе больше я бы выпить не смог, меня и так пучило от этого, не очень хорошо воспринимает порошковую протеина мой организм в большом количестве. 4 порции я сделал из своего любимого комплексного протеина, на этот раз это был протеин PRO комплекс от ON. И 4 порции я сделал от фирмы ANS, тоже очень неплохой протеин, хорошие очистки, хорошего содержания и из всех американских он не такой сладкий. Американцы очень любят сладкие протеины делать, не знаю как есть. Я не воспринимаю столько сахара, поэтому всегда ищу протеины, которые не такие сладкие. Ну опоздал я на 4 минуты, перед тренировочкой мы размялись, а перед разминкой замерили свои бицепсы каждый, чтобы посмотреть насколько вообще эффективна данная тренировка, именно по данной схеме. А схем большое количество, очень разные схемы. Мы будем делать по схеме, которую Энтони взял у Рича Пиано. Я раньше, где-то лет 15 назад проводил подобную тренировку, но честно говоря не помню уже результаты, но упражнения мы делали другие и делали конечно же не супер сетом. Сегодня на тренировке будет супер сеты для рук. Первый супер сет будет подъем на бицепс ЕЗ штанги и затем будет подъем, точнее французский жим лежа, тоже ЕЗ штангой. Потом 15 минут 20 отдыха и подъемы на бицепс хаммером гантелями и французский жим гантелями. В штанге и в гантелях выполняется по 4 супер сета. Потом отдыхается 15 минут и выпивается в это время протеин, который вы можете принести с собой или как я заранее заготовить. Также за тренировку я выпил 20 грамм БЦАшек, которые тоже заранее подготовил, заранее развел. Естественно нужно следить за техникой. Почему мне больше нравится выполнять это это адское действие другим способом, не супер сетами, потому что на самом деле тренировка и так получается сверх интенсивной и лучше все-таки работать отдельно для бицепса, отдельно для трицепса, давая отдых между упражнениями. Супер сеты все-таки второе упражнение ставят в более невыгодное положение. Вот мы начинали делать с трицепса, но через четыре часа я предложил ребятам поменять и вначале мы стали делать бицепс. Но первые четыре часа мы начинали с трицепса и заканчивали бицепсом. Повторюсь, вот вы сейчас видите французский жим, ребята делали 10 повторений штангой, и подъем ЕЗ грифа этого сразу же для бицепса, тоже на 10 повторений. Я делал на 15 повторений данное упражнение, потому что вес для меня был маленьким, ну и честно говоря я не хотел работать большими весами, потому что данную тренировку я ни в коем случае не рекомендую натуралам. Да и химик не каждый выдержит. Почему? Не забывайте, ребята, что помимо мышц у нас с вами еще есть очень много различных систем. Центральная нервная система, к примеру. Не забывайте, что есть сухожилия и связки. И если мы с вами чувствуем мышцы, то сухожилия и связки мы чувствуем только когда у них уже какая-то проблема. А по своей структуре связки и сухожилия более плотные, чем мышцы. И естественно все процессы там протекают более медленно. Восстанавливаются связки два раза больше и дольше, чем мышцы наши с вами. Об этом мало кто знает. Инструкторы об этом тоже не говорят. Вот я поправил потом Энтони. Видите, подъем на бицепс выполняется неправильно. Выводятся локти вперед. Смысла нет, потому что съезжает нагрузка с бицепса. Лучше сократить амплитуду, но не выводить локти вперед и ваши бицепсы будут получать более качественную нагрузку. Нагрузка будет бить именно в мышцы бицепса. Когда вы выводите руки вперед, хотите вы того или нет, вы подключаете к работе передний пучок дельт. Нам с вами это не нужно. Мы хотим работать на бицепс. Так вот, вернемся к нашим с вами баранам. Мышцы. Мышцы восстанавливаются быстрее, чем сухожилия и связки. Но, как я говорил, центральная нервная система утомляется очень быстро и от однообразной монотонной работы. А центральная нервная система как раз таки иннервирует те самые мышцы. И мышцы сами по себе не приходили бы в движение без сигналов от центральной нервной системы. Об этом мы забываем. И когда вы натуральный атлет или даже использующий фармакологию, тренируетесь каждый день, а то и тренируетесь несколько раз в день, вы перегружаете все восстановительные системы организма и делаете себе только хуже. На самом деле, я согласился на эту тренировку просто, чтобы поддержать ребят. И скажу сразу, я не выкладывался здесь на 100%, работая для себя с более легким весом, но на большее количество повторений. На штангу я делал не по 10 повторений, как ребята, а на 15. И с гантелями я старался работать на 20 повторений. Ребята на 15. Естественно, к концу этой программы, чем с каждым часом повторения уменьшались, выполнял уже не 20, там и 18, 17, и не 15, там иногда получалось 13, 12. Скажу сразу, на третьем часу, то есть после двух часов монотонной вот этой изматывающей работы, я перестал чувствовать мышцы. До этого прекрасное ощущение пампинга, руки раздувало просто. Но с третьего часа уже, а впереди было еще 6 часов работы, я перестал чувствовать мышцы. Ощущения наполненности не было. Конечно, мышцы работали, конечно, был памп, но вот именно вот этого здорового ощущения, что тебя раздувает, кто-то не руется, тот знает. Не было. А что было? Было ощущение жесткости на тех проблемах, на тех болячках, которые были. То есть акцентировались боли в локтевом суставе в левом, потому что у меня там проблема. И я когда-то с дуру стал подтягиваться без разминки, и у меня на правой руке брахиалис был. Сухожилие брахиалиса потянуто очень давно уже, но оно меня до сих пор еще беспокоит. И немножечко на левой, не давая мне работать с хорошими серьезными весами. Поэтому, работая на бицепс, я сейчас вынужден брать меньший вес, работать на большее количество повторений. Некоторые упражнения просто не могу делать, потому что движение вызывает резкую, дикую боль. Либо, если я делаю хаммеры тяжелым весом, у меня левая рука не держит гантель, то есть гантель выпадает. Со штангой еще хуже. С маленьким весом обратным хватом я могу держать. А когда вес уже хороший, серьезный для того, чтобы работать и прокачивать мышцы, я испытываю серьезные проблемы с удержанием веса. При этом мышцы не болят, болят сухожилия. Не забывайте о том, что сухожилия и связки нужно тренировать. И в ближайшем выпуске я обязательно расскажу об этом подробно. Потому что об этом нигде не говорится, а упражнения, вообще сам тренинг культуристический, не хорошо влияет на связки, на сухожилия, расслабляя их, не укрепляя. И вы понимаете, что если вы начинаете свои тренировки не с силового тренинга, а силовой тренинг, именно специальный силовой тренинг укрепляет сухожилия и связки, то вы только вредите себе. Поэтому так много травм у современных бодибилдеров, которые начинали свой тренинг сразу же с качковских методик, взятых из журналов или из видео про атлетов. Поэтому это еще один камень в их огород. Тренинг, как вы знаете, как я советую и как нужно начинать, в принципе, всем, хотите вы использовать в будущем фармакологию и не хотите, начинать с построения силовой базы. Потому что смешно вообще даже представлять, что такой тренинг, тренинг в тренажерах может как-то укрепить наши с вами связки, сухожилия. А еще вы должны понимать, что чтобы укрепить связки и сухожилия, нужна серьезная работа со стороны и центральной нервной системы. Особенно это касается, когда мы говорим о связи мозг-мышца. И у меня вызывает уже просто дикий смех, когда молодые дрищи. А дрищ для меня это не тот человек, который тренируется, а для меня безграмотный человек дрищ. Можно быть и в определенной мере большим, здоровым, но быть дрищом. Дрищ это понятие не физическое. Так вот, такие дибилдеры советуют начинать сразу же прокачивать руки, да и вообще качаться по методикам бодибилдинга, для того, чтобы чувствовать мышцы. Ребята, чтобы чувствовать мышцы, нужно набрать определенную силовую базу. Просто необходимо. Для чего? А организм не может сразу же начать делать ту работу, которую вы не сделали в определенном количестве, в определенной силовой работе. Поймите, когда вы приседаете со штангой, с весом равным своему телу или полтора собственного веса, Для организма это серьезный стресс. И центральная нервная система вынуждена иннервировать как можно больше, то есть включать как можно больше мышечных волокон. Как можно больше сигналов идет по нервным окончаниям к нашим с вами мышечным волокнам. И мышечные клетки включаются в работу практически по максимуму. Конечно, на 100% мышца никогда не сокращается, иначе нам бы просто поломало кости. Но чем сильнее стресс, чем серьезнее центральная нервная система воспринимает наши с вами усилия, действия, тем больше мышц включается в работу. Так вот, от работы в тренажерах или от детских весов, когда вы там по 6 килограмм дрочите свои бицепсы или разводите по 5 килограмм гантели в стороны. Как бы прекрасно вы не чувствовали мышцы, вы не вырастите никогда. По простой причине, что, грамотный человек уже понял, центральная нервная система будет просто включать минимальное количество мышечных волокон. Ну, просто, чтобы выполнить само это движение. Поэтому, ребята, забудьте о бодибилдинге на первые 2 года. И тренируйте силу. Тем более, что все эти программы расписаны у меня в статьях. Я буду выпускать еще видео. Видео первой ступени уже есть. Оно давно. Но я выложу в сеть скоро видео второй ступени, третьей, четвертой. Это примерно на 2 года. Может, чуть меньше. И вы пошагово, грамотно придете в мир бодибилдинга. А в мир серьезного бодибилдинга вы можете попасть только через силу. Если вам кто-то что-то говорит другое, человек просто безграмотен. Нельзя быть большим, не будучи сильным. Если вы натурал. Да и посмотрите на химиков. Возьмем два самых ярчайших примера. Это Дориан Яц и Рони Коллиман. Один работал до отказа, Дориан Яц. Рони Коллиман работал всегда не до отказа. Он был вообще ярым сторонником, ярым противником отказов. Но оба работали с огромными весами. Всегда. Всегда в приоритете была сила. Результат вы знаете. Это два самых больших, самых лучших, самых уважаемых бодибилдера мира. Да, и не забывайте, что и в золотую эру бодибилдинга тот же Арнольд, Фрэнк Зен, Франко Коломбо, Лу Фериньо, Серджио Олива все практиковали силовой тренинг. И культурист в то время мог спокойно выступать, а многие и выступали. Франко Коломбо, к примеру, лучший друг Арнольда, частенько выступал на чемпионате США по пауэрлифтингу. И в становой тяге он был одним из сильнейших атлетов. А вы посмотрите на его спину. Просто у него не такой большой рост, как у его друга Арнольда. Но спина была шикарная. И что они делали? Они делали становую тягу и подтягивания. Два самых любимых и самых реально работающих упражнений я для натурального атлета. И не только натурального, подчеркну это. Что делают сейчас? Сейчас садятся на блоки и пытаются чувствовать мышцы. Ребята, не занимайтесь херней. Хотите быть большими и сильными, будьте сначала сильными. За силой всегда придет масса. То, как вы выглядите, определяется не кардио-тонировкой, как вам пытаются объяснить про химические спортсмены. То, как вы выглядите, и если у вас на пузе пресс или жир, определяется только вашим питанием. Почему кардио-тренинг включается про-атлетами, особенно современными? Дориан Яд, кстати, никогда не делал кардио-тренировки. Просто начинал гулять вечером с женой. А это очень полезно для спины, для позвоночника, как профилактика травм от межпозвоночных грыж и протрузий. И он даже не менял свою систему тренинга между в межсезонье и при подготовке к соревнованиям. Конечно, из-за того, что он всегда работал на 100% усилий, всегда работал в отказ, он порвал себе практически каждую мышцу на своем теле. Но после этого он стал умнее. Хотя Дориан Ядс всегда был умным человеком. Послушайте его рассуждения, его интервью, и вы убедитесь в этом. Послушайте, как говорит и что говорит Александр Федоров. Таких людей нужно слушать, уважать. Потому что люди всегда подходят к любому делу через призму здравого смысла. Я не советую слушать мотивацию от того же плюшевого бороды. Ничего, кроме херни, как он и говорит, вам это не даст. Ничего положительного. Ничего, кроме перетренированности, это не даст. Не забывайте, кстати, что многие из вас думают, что они неправильно тренируются, что им мало тренировок. Поверьте мне, достаточно на одной тренировке делать приседания, отжиматься от брусьев. А брусья, кстати, это лучшее упражнение для грудных мышц. И именно оно было любимым у Арнольда Шварценеггера. Об этом мало говорит кто. Жим-лёжа прекрасное упражнение для построения силовой базы всего плечевого комплекса. Вы понимаете, да, о чём я говорю? Это не только грудные мышцы. Но оно не действует, повторяюсь в очередной раз, на рост грудных мышц напрямую. Только опосредованно. Меня спрашивают, это как? А это так, что, когда вы выполняете жим-лёжа, вы должны нацеленно тренироваться на рост силы. В следующий раз, когда вы будете делать тренировку массонаборную, жмите гантели. И вот то, что вы набираете общую силу, даст вам возможность работать с более большими весами, конечно, при чувстве работающей мышцы. Чувство работающей мышцы очень важно. Но вес, ребята, важен. Если бы вес не был важен, то нехрен было бы ходить вообще в тренажёрке. Зачем вообще брать в руки штанги и гантели? Сиди дома, выполняй движения, чувствуй работающие мышцы и всё, расти прекрасно себе. Нет. Именно потому, что Рони Коллиман, Дориан Ягс, одни из сильнейших культуристов, использующих огромнейшие веса. Именно поэтому они показали миру сверхмощную мышечную массу. И поверьте мне, генетически здесь тоже очень много играет. Почему? Потому что, если бы даже не было стероидов, если бы даже не было гормонов, всё равно, те ребята, у кого от природы эти самые гормоны в крови находятся в более высоких пропорциях, чем у нас, простых смертных, они всё равно были бы больше, чем мы с вами. Поэтому не нужно говорить, что все мы одинаковые. Мы одинаковые в плане наших с вами мышц. Но физиология, биохимия у нас настолько разная, именно из-за того, что разное количество гормонов у нас, разное количество свободного тестостерона у нас в крови. А не забывайте, об этом скрывается, я говорил уже в одном из роликов, что со Второй мировой войны у всего мужского населения планеты уровень свободного тестостерона упал в 50%. То есть в два раза, понимаете? Об этом не говорится. Медики, естественно, ничего не смогли сделать. И сделали следующее. Понизили просто нормы тестостерона. Нижнюю планку и верхнюю планку. Всё занижено. И теперь мы с вами живём в эпоху унисекса. Почему? А именно потому, что сейчас мальчики похожи на девочек. Девочки похожи на мальчиков. Им нужна одинаковая одежда. Никто не задумывается, почему. А всё в гормонах. Тестостерон – это гормон мужчины, мужского здоровья, вообще мужского естества. Если низкий уровень этого гормона, вы испытываете вообще в жизни только пессимизм. Вам хреново жить в плане всего. Вы себя плохо чувствуете, не высыпаетесь, вы набираете много жира, даже если мало кушаете. Я уже приводил пример. Я живу в Штатах. Мой сосед, ему что-то около 30, по-моему, 32 года. Он плохо себя чувствовал постоянно, хотя уже полгода не работал. Ничего не делал. Вроде хорошо питался. Я посоветовал ему сдать анализы на гормоны. У него хорошая страховка. Он сдал анализы. Уровень гормона был низкий, даже при наших сейчас заниженных нормах. Что вы думаете? Ему бесплатно выписали трёхмесячный курс тестостерона цепианата. Даже шприцы дали бесплатно. Я не узнал его, как он изменился уже через полтора месяца. Живот сошёл. Причём он не тренировался, ел практически так же. Живот сошёл, мышцы стали более ярко выраженными. Человек стал себя прекрасно чувствовать. Жена довольна, все довольны. Нас с вами жёстко наё со всех сторон. И правды добиться очень сложно. Если вы непытливый ум, не ищете, не постоянно в поиске, не саморазвиваетесь, то добиться до истины, достучаться до истины практически невозможно. Поэтому основная масса, основное количество людей смотрят телевизор, именно новости, всякую остальную хрень. Зомбоящик по-другому не скажешь. Забивают свою голову настоящим дерьмом. А сейчас основная масса, основная задача СМИ какая? Чтобы мы с вами были тупыми дебилами, которые ходят утром на работу, вечером возвращаются, вмазываются водочкой, либо другим спиртным напитком, и спокойненько сидят дома до следующего рабочего дня. Платят пенсионные взносы, при этом алкоголь спокойно, свободно продаётся. Низкий уровень тестостерона и подобный образ жизни приводит к тому, что процентов 70 мужчин на земном шаре не доживают до пенсионного возраста. Ну, понимаете, да, это всё очень выгодно государству. И государству не выгодно, чтобы вы были образованным. Если мне не верите, посмотрите, во что превращаются сейчас образовательные системы. Если вы хотите быть грамотным, быть умным, и чтобы ваши дети были умными, я советую заниматься саморазвитием. Потому что какой бы прекрасный вуз вы не посещали, какие бы шикарные учителя дорогие у вас не были, если у вас нет жажды знаний, вы не будете развиваться. Прекрасная игра «Что, где, когда» подчёркивает это, что знания и интеллект – разные вещи. Конечно, без знаний сложно жить, сложно о чём-то размышлять, но интеллект важнее. И пытайтесь объяснить своему ребёнку и самому понять, что в школе неважно, какую отметку он получает, неважно, как хорошо он запоминает формулы. Пусть ребёнок учится аналитическому мышлению, логическому мышлению. И если вы любите своих детей, не вкидывайте им компьютеры, компьютерные игры. Занимайтесь ими, уделяйте им время. И тогда ваши дети будут грамотными. Не забывайте, что, что бы мы ни говорили нашим детям, если в семье вы поступаете по-другому, ребёнок не будет делать то, что вы ему говорите, а будет считать вас придурком. Ну вот представьте, вы оба курите, а своему ребёнку говорите, что курить вредно, опасно. Ну как молодой человек должен это воспринимать? Особенно маленький ребёнок. Вы говорите, что делать этого нельзя, вредно, опасно, но сами это делаете. Кто вы для него в его глазах? Ну не хочу даже рассуждать на эту тему дальше, вы сами всё прекрасно понимаете. Надеюсь и уверен, честно говоря, что зрители моего канала именно думающие люди. Поэтому я не даю вам просто какие-то упражнения, комплексы упражнений. Я стараюсь, чтобы вы понимали саму суть тренинга. В ближайших выпусках, ну это будет уже в новом году, я хочу немножечко затрагивать, возможно, темы анатомии. Пишите, кстати, в комментариях, интересно вам это или нет. И несмотря на то, что у меня уже огромное количество статей и видео о межпозвоночных грыжах, протрузиях, как я избавился от этого, как я преодолел это, об упражнениях, мне постоянно приходят письма с вопросами о том, какие упражнения делать, какие не делать. Ребята, всё это есть. Но давайте, возможно, сделаем следующее. Либо сделаем вебинар в прямом эфире, либо давайте сделаем следующее. Можно в группе ВКонтакте, в комментариях, здесь вот под этим видео. Пишите свои вопросы о проблемах со спиной. И мы сделаем с вами новое большое видео, в котором каждый найдёт в одном видео все рекомендации, все те необходимые действия, упражнения, добавки, которые необходимо делать для того, чтобы избавиться от возникших проблем со спиной. Либо предотвратить их. Я же советую всем, даже тем, у кого нет проблем со спиной, делать те упражнения, которые я показывал, о которых я рассказывал в своих статьях, следить за питанием, потому что межпозвоночным диском, как и всему организму, очень важно качественное питание. Если вы плохо питаетесь, это тоже определённый шаг навстречу к проблеме, к межпозвоночной грыжи. А обратите внимание на возраст больных людей. Если раньше это было 29-30 лет и выше, то сейчас это страшно. Данные проблемы имеют уже школьники в подростковом возрасте. О чём это говорит? Во-первых, неправильное питание, отсутствие грамотного движения, физическая культура, спорт, возможно. И, конечно же, сидение. Долгое сидение продолжительное время убивает спину. Поэтому я постоянно стараюсь говорить о том, что на родительских собраниях обязуйте своего классного руководителя, чтобы ваши детки не сидели больше 20 минут. То есть, даже если урок длится сколько сейчас там? 40-45 минут. Пусть каждые 20 минут учитель их поднимает. На одну-две минуты. Этого будет достаточно. Это будет лучше, чем сидеть все 45 минут. Потому что самое опасное для нас с вами это сидеть. Мы не предрасположены, мы не задуманы для того, чтобы сидеть. Мы задуманы для того, чтобы ходить, охотиться. И, кстати, бег. Бегать вредно. Особенно, если у вас уже есть проблемы со спиной. Если у вас проблемы с протрузиями, с грыжами, вообще забудьте о беге. Если вы не хотите иметь проблемы со спиной, кстати, и с коленными суставами, то тоже забудьте о беге. Лучше всего быстрая ходьба. Это как раз таки самое функциональное для нас. И охотники наши с вами не бегали. Есть интересные фильмы по Discovery. Кто мне не верит, может посмотреть, как охотились наши предки. До сих пор в Африке есть дикое племя, которое не контактит с цивилизацией. Они охотятся за животным, идя за ним на протяжении 3-4 дней. Животное убегает от них. Но они продолжают идти, идти. Животное убегает, убегает. И за 3 дня животное просто изматывается так, что падает. И охотник уже чисто символически убивает его копьем. Вы понимаете, да? Но никто не бежит. Бег изматывает наши с вами суставы. Негативно влияет на позвоночник. И если кто-то говорит, что есть какая-то правильная техника бега, конечно, можно при грамотной технике бега снизить эту ударную нагрузку на суставы, на позвоночник. Но убрать ее нельзя никак. Потому что если есть фаза полета, есть фаза соприкосновения. И ударная волна все равно дойдет и до коленки, и до поясницы. Лично я настоятельно рекомендую заменять бег быстрой ходьбой. И здоровее, и полезнее. И, кстати, легче. И приятно. Можно со своей второй половинкой вечером перед сном выйти, прогуляться. И спать легче будет. И качественнее будет сон. Всегда, всегда, ребята, следите за техникой. Даже если у вас запланировано, к примеру, 10-12 повторений, а вы чувствуете, что сделали, к примеру, 8-9, да, и десятое повторение будет уже некачественным, будет нарушена техника, мой совет вам, прекратите выполнять упражнения. Ничего страшного. Дорастете еще и до этого веса. Но никогда не делайте через неправильную технику. В любом упражнении. Многие называют приседания и становую тягу опасными упражнениями для позвоночника. Нет, ребята, нет опасных упражнений для позвоночника, если говорить конкретно, откровенно. Есть тупые головы, безграмотная техника, некачественные инструктора, которые сами этого не делают, не знают, как это делать, да и не могут знать. Нельзя за два месяца на курсах научиться грамотно тренироваться. Ну, вот наша тренировочка подходит к концу. Уже начало шестого мы делаем заключительные подходики. Руки болят очень сильно. Вот сейчас, когда я монтирую данный ролик, вечер второго дня. Руки болят сильно. Но, ребята, болит и весь организм. Серьезно. Перетренированность налицо. Не забывайте, что малые мышечные группы, такие как руки, дельты, да та же, те же грудные, перетренировать гораздо легче, чем крупные. Перетренироваться, работая на спину, очень сложно. И на ноги тоже очень сложно. Но малые мышечные группы убить практически не составляет труда. Но страдает весь организм, потому что вся восстановительная система, все ресурсы будут направлены туда, и будет страдать другое. Так вот, у меня болит все. Конечно, всплыли и все мои болячки, как я уже говорил. Болят локти, болят суставы, болят связка брахиалиуса. Болит даже пресс. И ноги, которые я не тренировал. Поэтому, ребята, я не советую вам тренироваться 8 часов. И если вы даже вдруг надумаете повторить данную тренировку, то 2 дня до этой тренировки не тренироваться, и 3-4 дня после не тренируйтесь. И не приступайте к данной тренировке, если вы не имеете за спиной минимум 3 года стажа. Иначе вы только-только навредите себе. Я сомневаюсь о том, что будет польза на самом деле, даже если вы не перетренируетесь. Во-первых, конечно, многие говорят, это встряска. Это сумасшедшая встряска для всего организма. Но логики в ней я не вижу, особенно если вы натуральный атлет. Пробить руки лучше гораздо другими способами, чем таким фашистским отношением к своему организму. Пишите комментарии, не забывайте. Пишите обязательно свои вопросы в комментариях, чтобы я делал ролики, которые вам будут интересны. И тогда мы вместе будем развиваться. Благодарим всем, кто смотрит мои ролики, кто комментирует, кто ставит лайки. Благодарим всем, кто ставит лайки. Благодарим всем. Два ве. Минус. Субтитры сделал DimaTorzok